Адвокаты Дональда Трампа отклонили просьбу демократов дать показания на суде по делу об импичменте в Сенате США на следующей неделе. Демократы в Палате представителей обвиняют Трампа в подстрекательстве к восстанию, когда он призвал своих сторонников бороться с фальсификациями на выборах, прежде чем они штурмовали Капитолий. В открытом письме поверенные Трампа Брюс Кастер и Дэвид Шон назвали этот запрос демократов пиар-ходом. Адвокаты на этой неделе отвергли обвинения в импичменте и заявили, что его заявление о том, что поражение Трампа на выборах было результатом широко распространенного мошенничества, и оно было защищено первой поправкой Конституции США. Депутат-демократ Джейни Раскин, ведущий менеджер Палаты представителей по импичменту, написал письмо республиканцу Трампу и его адвокату, в котором пригласил бывшего президента, который покинул свой пост 20 января, дать показания под присягой. «Если вы отклоните это приглашение, мы оставляем за собой все права, включая право установить в суде, что ваш отказ от дачи свидетельских показаний поддерживает сильный отрицательный вывод относительно ваших действий или бездействий 6 января 2021 года», написал Раскин. В своем ответе адвокаты Трампа написали Раскину «Ваше письмо лишь подтверждает то, что вам всем известно. Вы не можете доказать свои обвинения в адрес 45-го президента США, который теперь является частным лицом». Несколько сенаторов заявили, что давать показания Трампу было плохой идеей. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, активный союзник Трампа, заявил репортерам, «Я не думаю, что это будет в чьих-то интересах». В течение двух месяцев после непрозрачных выборов Трамп всегда утверждал, что проиграл только из-за безудержных фальсификаций выборов, претензий, которые были отклонены несколькими судами и должностными лицами государственных выборов. В 1998 году бывший президент Билл Клинтон дал показания из Белого дома перед большим жюри, расследуя ее поведение по нескольким вопросам. Обвинения в том, что он дал лжесвидетельство в этих показаниях в отношении с бывшим стажером Белого дома Моникой Левински, привели его к импичменту в Палате представителей. Адвокаты Трампа и в большинство сенаторов-республиканцев оспорили конституционный судебного процесса. Они заявили, что Сенат не имеет полномочий рассматривать дело, потому что Трамп уже покинул свой пост и не может быть заново удален с поста президента. Такой аргумент позволил бы сенаторам-республиканцам, которые занимают половину мест в Палате, проголосовать против обвинительного приговора Трампа по процедурным вопросам вместо того, чтобы напрямую поддерживать его комментарии. Большинство в две трети Сената из ста членов должны поддержать обвинение, чтобы осудить Трампа, а это означает, что 17 республиканцев должны будут присоединиться ко всем 50 демократам в его поддержке. Сенаторский суд по делу об импичменте Трампа первого президента США, который дважды столкнулся с таким судом, должен начаться на следующей неделе. Первый процесс импичмента Трампа по обвинению в злоупотреблении власти и препятствию Конгрессу, после утверждений, что он оказывал давление на президента Украины с целью расследования дела Байдена и его сына, привел к оправданию Сената, где республиканцы в то время имели большинство.